Сегодня у нас 16 апреля 2014 года. Камера у нас на постоянном фокусе. 13.39. Это специально, чтобы на экране астролографа не расплывалось. Пусть у нас фокус будет фиксирован. Эти бусинки мы тогда пока откладываем. Здесь мы резонансов не нашли, но еще не факт, что их нет. Может быть они сдвинуты по частоте, потому что это бусинки другого диаметра. Теперь нам нужно зафиксировать. Зафиксировать на иголочке вот эту бусинку, чтобы с иголочки не сваливались другие бусинки. Пусть они будут не на ниточке, а прямо на иголочке. Чего уж мелочиться-то. Вот так вот. Так будет удобнее работать, потому что на ниточке все болтается, а на иголочке это будет все ровно сидеть. Так, хорошо. Надеваем сюда парочку еще бусинок 3 миллиметровых бусинок. Вот таким образом, где есть резкость-то. Ну вот здесь где-то резкость появляется, да, ну правильно. Вот дальше. Где у нас был первый резонатор-то с ориентированной оптической осью? Вот он. Сейчас мы будем смотреть параметры только с ориентированной осью оптической. Ну а потом попробуем найти резонансы и там, где не ориентированная оптическая ось. Может быть, они просто немножко в другом диапазоне. Так, вот значит, один резонатор есть. Вот второй резонатор, который мы только что мерили, и он попал на ту же частоту. Перетаскиваем его на эту иголочку. Вот, теперь, значит, опять пару 2-3 миллиметровых шаликов. Вот таким вот образом. Теперь третий 4-миллиметровый резонатор. С ориентацией оптической оси. Так. Ну и снова. 4-миллиметровый. Вот, значит, все резонаторы у нас на иголочке. Раз, два, три, четыре. Сейчас проверим, какие у них параметры. Будем по очереди их проносить через измерительный тракт. И смотреть, что у нас на экране будет. Вот, ну, начинаем вот с самого нижнего шарика. Ну, я имею в виду, 4-миллиметрового. Так, вот самый нижний шарик. Ну, резонанс прекрасно виден. Видно, да? Ну, надо его немножко подвинуть к центру экрана. Ага, вот он. Значит, это у нас 78-52. Теперь смотрим, что у нас творится со вторым резонатором. Значит, опускаем иголочку с шариками до шарика номер два. Вот шарик номер два. А это шарик номер один. Это шарик номер один. А это шарик номер два. Ну, и сдвинулся немножко резонанс. До сколько, кстати? 78-52, ага, а это 78-53. Вот это вот один шарик, первый шарик, а это второй шарик. То есть он сдвинулся на единицу четвертого знака. Теперь смотрим третий шарик. С. Вот он, третий шарик. Ага, обратно, обратно сдвинулся резонанс. То есть вот у второй, а вот третий. Второй, третий. Где там третий? Вот он, третий. А теперь давайте посмотрим четвертый. Вот четвертый. Ну, четвертый там же, собственно, где и третий. Вот третий, вот четвертый. Вот третий, четвертый. То есть у нас отличается по частоте только второй. Посмотрите, первый. Второй, третий, четвертый. Ну, то есть второй у нас на одну единицу. То есть вот этот вот второй шарик резонирует на частоте на единицу, отличающаяся от других. А три работают на одной частоте. Так, давайте теперь проконтролируем их диаметры. Может быть, это совсем не те шарики. Может быть, это шарики фирмы Miller Optics. Поэтому у них могут отличаться диаметры от тех, которые из Китая. В этом случае мы просто не попали с теми шариками на частоту. Давайте посмотрим диаметры. Спасибо. Так, ну вот здесь у нас должен быть нолик. Здесь у нас шарик. А здесь диаметр. Так, где там диаметр? Ну, здесь. Сейчас посмотрим, что там написано. Раз, два, три, четыре. Ага, значит, это где-то 3,95 диаметр. Видите, вот здесь 45. Значит, если бы ноль был, это было бы ровно 4 миллиметра. А так это 46, значит, 3,96. То есть диаметр этих шариков 3,96. Это шарики фирмы Miller Optics. Поэтому мы не попали на диапазон тех шариков. Понятно. Тогда давайте померяем, найдем частоту тех шариков. Они должны... Кстати, где они? Вот. У них должен быть диаметр чуть больше. Давайте проверим. У них должен быть практически четверка. Так, ну вот мы видим, да? Шарик видим. Здесь нолик. Да. У них диаметр больше. У китайских шариков. У них ровно 4. А те были Miller Optics. У них 3,96. Поэтому и частоты... Мы не увидели резонанса здесь. Так, давайте прикинем, какая частота. Значит, если... Если, значит... 4. Давайте посмотрим вот так. Калькулятор можно взять. 4 разделить на 3,96. То есть, видите, на процент... На процент должна отличаться частота. То есть, у китайских шариков частота должна быть ниже на процент. А давайте прикинем, что такое ниже на процент. Значит, 78,53. Ну, давайте-ка на процент ее поделим. Значит, запомним. Memory Plus, да? Какая там частота-то? 78,53. 78,53 разделить на процент. Получаем 7,774. 7,774. Так, ставим здесь 7,774. Ну, и меряем китайские шарики. Так, вот они, китайские шарики. Ставим сюда камеру. Так, и проверяем, попадут ли они в резонанс. Так, и проверяем, попадут ли они в резонанс. Так, первый шарик не резонирует. Второй шарик тоже. Третий нет. Четвертый нет. Четвертый нет. Пятый нет. Честой нет. Седьмой нет. Восьмой нет. Девятый нет. Так, ну вот, значит, либо добротность у них низкая, либо мы все равно не попали на частоту. Так. Ну, давайте попробуем найти резонанс. Таким вот способом. Увеличим. Уменьшим частоту еще. Уменьшим. Ну-ка. Увеличим. Нет, не видно резонансов. У китайских шариков резонансов не видно. Ну, ладно. Надо подумать. Стоп-машина. Ну, вот такая. Она умирает. Уйрает. Майншэр. Увеличим. Единственное. Увеличим. Увеличим.